здравствуйте дорогие зрители момента истины хочу представить вам студию сегодняшних наших гостей это замечательная супружеская пара игорь и наталья алексеевы с игорем и наташа мы знакомы очень давно и с их творчеством я рада буду познакомить вас ребята составляют творческий дуэт ячейка общества достаточно интересный интересное название игорь почему именно ячейка общества да это эстрадный дуэт название собственно от содержания получается образовалась потому что мы с эстрадой читаем такие юморески на тему семейной жизни которые близки наверное любой семейной пары паре потому что поэтому нас собственно и всегда принимают достаточно тепло на любой площадке мы как бы представляем такую среднестатистическую ячейку общества вот собственно и название но логично вытекает из содержание наших выступлений интересное название но вы далеко не обычная ячейка общества потому что вы умеете дружить вы умеете созидать вы умеете творить вы творческая пара ко всему прочему что касается именно дуэт то не секрет что сам материал который мы используем выступлениях пишется мной вот наташа к этому имеет опосредованное отношение то есть у нее свой творческий путь вот единственно что вот именно в этом направлении она мне помогает причем с ее стороны это конечно очень смелый шаг был в свое время когда она согласилась это действительно так мы готовились к фестивалю и вот возникла такая идея предстать перед жюри этого фестиваля именно творческим дуэтом но мне наверно просто на ком-то этапе надоел одному выступать я решил подключить наталью и она подготовившись и выйдя со мной на конкурсный отбор а потом и на на конкурсное прослушивание и уже на заключительном этапе сходу проявила себя достаточно талантливой и нам удалось получить на этом фестивале лауреатское звание так что наташа следует отдать должное хотя у нее совершенно другая сфера интересов я думаю сама она может об этом немножко сказать по образованию я учитель рисования черчения прикладного искусства поэтому мне всегда нравилось делать что-то своими руками и видеть результат своего творчества я очень люблю делать новогодние подарки делать картины в технике валяния делать вот как я и моя дочь делаем такие украшения из бисера поэтому мы творческая семья да и вот хочу поздравить вас наступающим новым годом и преподнести свою спасибо огромное редакция моменты истины получила совершенно замечательный новогодний венок спасибо наталья он изящный он красивый он позванивает до колокольчики надо сказать что практически вся литературная часть ваших выступлений юмористических на сцене обеспечивается тобой и говорю у тебя совершенно замечательные иронические четверостиши скажи пожалуйста кто вдохновил тебя на данный жанр и кто подстегнул тебя к этому жанру да марин хороший вопрос дело в том что это случилось еще в конце прошлого века то есть уже двадцать с лишним лет как я занимаюсь в этом жанре мне кажется что для меня это наиболее комфортный жан почему потому что можно сочинять на ходу едешь на работу обдумываешь какую-то идею и она тебя приобретает какую-то форму во что-то это все в конце концов выплескивается вот а потолкнул меня к этой идее мэтр жанра иронических четверостиши игорь губерман известный человек и не только меня многих он потолкнул у него много последователей я один из них можно сказать вот и с этими четверостишами я свое время достоился признание литературной газеты то есть премии золотой теленок что для меня стало таким такой планкой которые я стараюсь придерживаться также вошел с четверостишами если точнее сказать эпиграммы в антологии сатиры юмора россии 20 века ну и так далее то есть вот эти четверостиши они мне по сути преследуют на моем творческом пути постоянно я их то бросаю писать то опять возвращаюсь к нему сейчас написано уже около тысячи наверное четверостишей и они продолжают сочиняться игорь у тебя значительный перечень наград и званий я перечислю некоторые из них и буду просто читать с листа потому что их очень очень много во первых ты член союза писателей москвы и московского московского клуба афористики во вторых ты лауреат кучи всяких премий золотой теленок ты уже упомянул затем в 2005 году была премия губы для москвы в области литературы и искусства 2006 ты стал лауреатом международного фестиваля юмора и эстрадного искусства в городе ялте два раза становился лауреатом всероссийского конкурса мвд россии щиты перо в 2011 году стал лауреатом открытого фестиваля юмора и эстрады потом всероссийского фестиваля юмористической сатирической песни и поэзии были также всероссийские конкурсы «Патриот России» и «Герои Великой Победы». И вот, наконец, литературный конкурс МВД России «Доброе слово». Да, Марина, это почти полный список. Единственное, что, наверное, в него еще пока не вошло, это не включена премия книжно-журнального издательства «Граница ФСБ России», «Золотое перо границы», потому что награждение еще не состоялось. Ну и, наверное, есть смысл уточнить, что, говоря о «Добром слове», я стал не лауреатом, а обладателем Гран-при. Что, собственно, мы к этому, наверное, еще вернемся и об этом поговорим чуть дальше. Мне очень нравятся твои эти маленькие четверостиши и хохотушки. Это всегда поднимает настроение у тех, кто читает и у тех, кто слышит. Вот, скажи, пожалуйста, может быть, ты не будешь голословным и прочтешь нам что-нибудь свое? Да, кстати, было бы логично, конечно, озвучить несколько четверостиши. Я тут небольшую подборочку подготовил. Вот, и начну, наверное, с автоэпиграммы. От мамы у меня овал лица, цвет глаз и в меру сдернутые бровки. Все остальное явно от отца, включая шрам и две татуировки. Думаю, что нашу хирургию не смутит вопрос вполне прямой. Стоит ли давать анестезию, если пациент глухонемой? Могут ли птицы влиять на амбиции? Могут и очень легко при желании. Сам наблюдал, как майора полиции голуби ловко повысили в звании. А теперь про боксеров. Пропустишь пару раз хороший апперкот, И глядь уже анфас не зубы, а штрих-кот. Зачем дурить детишек наших лапушек? Зачем втирать им всякую туфту? Не очень любят волки кушать бабушек, Поскольку вяжут бабушки во рту. Ну и последнее такое. Последствия бурных застолий, Устав оставлять на показ, Я обруч достал с антресолей. Примерил, а он мне как раз. Ну браво! Я думаю, что нашим зрителям это понравилось. Надо отметить, что на сцене Вы смотритесь весьма гармонично. Давайте покажем зрителям фрагмент из вашего выступления. Да, Марина, я согласен. Так будет нагляднее. Причем предлагаю посмотреть фрагмент Именно конкурсного выступления С эмористического фестиваля «Ёрж». Вот как раз на этом фестивале Наш дуэт удостоился статуэтки «Малый золотой ёж». Без жены оформленный тюлень. Как уедет, мне ужасно худо. Где-то на четвертый-пятый день Иссякает мытая посуда. Уговаривать не буду. Просто, милый мой, усвой. Раз не любишь мыть посуду, Значит, с ненавистью мой. Трепите женам нервы, пацаны, Не только в будни, но и в выходные. Чем хуже настроение у жены, Тем мягче, знаете, будут отбивные. Что мужику лучше солнца и капель, Когда он лишь авто чинить мастак? Спроси его, заправил ты постель? Он пробубнит. Конечно, полный бак. Как жена бы на зябкость свою не пеняла, На какое забытие не ссылалась бы зуб. Настоящий мужик свой кусок одеяла Отхрапит за каких-то пятнадцать минут. Если муж храпит на всё округу И не ощущает в бок тычка, Поверните голову супругу Только аккуратно, до щелчка. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Вас приветствует дуэт Ячейка общества. Наше выступление будет посвящено Семейной жизни. Эпиграф. Как институт большой системы Брак существует для того, Чтобы вдвоём решать проблемы, Которых нет у одного. Под эпиграф. Одна печаль мне душу берегит, Что я женился сразу не в кредит. Спросит бы женщин длинноногих, Ступивших в брак, А каково вдруг поменять Внимание многих на невнимание одного. Был могуч и статен словно лось, И партнёж имелась в изобилии, Но однажды в ЗАГСе мне пришлось Расписаться в собственном бессилии. А ну, воспрямьте, павши в кручину, Не надо превращаться в жалких плакс, Ведь чтобы от себя прогнать мужчину, Достаточно простого слова ЗАГС. На свадьбе каждый занят делом. Сценарий в изложении кратком такой, Сперва невеста в белом, Потом вся в белом полусладком. Мужа я кормлю, как на убой, Муж мой далеко уже не тощий, Знаю, что с животиком он мой, Ну, а без животика он общий. Когда б вернуть назад всё можно было, Я точно бы жениться не рискнул. Всё время под кольцо залазит мыло, Ну, неудобно, просто крыло. Да, женщины, только по нашей вине Мужчины подвержены блуду, Ведь то, что обычно у них на уме, У нас, как известно, повсюду. Спасибо, перед вами выступал КУЭТ И чей-то общество. До новых встреч. Ну, ты скромничаешь, Тебя на Ерше ещё как-то интересно Очень назвали. А, да, назвали... Какой-то глыбой. Назвали глыбой юмора, Не назвали, а присудили такое звание, Вручили соответствующий атрибут. Это мраморная такая рыбка, На которой написано глыбой юмора. Ну, в принципе, этот ролик Тоже можно продемонстрировать. Завтра в развитии жанра Юмористической песни и поэзии Награждается званием глыба юмора Игорь Алексеев. Игорь, ты сегодня вычитал. Ты можешь прочесть одно произведение? Одно так одно. Вот именно сейчас, наверное, будет уместно. В другой ситуации было бы нескромно Я не заканчивал лицеев, Жил в Тибовой, Московской двушке, И все же Игорь Алексеев Звучит почти как Саша Пушкин. Друзья, я хотел бы вас призвать Подписываться на наш канал, Игорь, не появилось ли что-нибудь В твоем репертуаре На самую животрепещущую тему Ковида. Да, много и песни, пародии, Чистушки, естественно, четверостиши. Вот, пожалуй, несколько из них Я сейчас вам тоже продемонстрирую. Например, когда только все началось, И люди из реальной жизни Перешли в виртуальную, У меня первым делом Родились такие строки. Внимание, сенсация В стране из-под тишка Прошла мобилизация В диванные войска. Ну а дальше, по мере развития событий, Начали появляться все новые и новые строки. Вот, например, такое. Сходил в аптеку, Ну привет, И как не бить тревогу? Сказали мне, что масок нет, Есть бирочки на ногу. Это уже из черного юмора, да. Или вот такое. Досуг свой проводя своеобразно, Спустился в магазин купить тушенки. А что у вас так, спрашиваю, грязно? Уборщица у нас на удаленке. Онлайн учиться дети в школах начали. Удобно, если кто-то не в курсах. Еще б на заднем плане Не маячили нетрезвые родители в трусах. Ну и последнее четверостишее посвящено Юбилею во время пандемии. То есть человек справляет свой юбилей И делится своими впечатлениями. На торт, направив воздухопоток, Он ожидал привычную развязку. Но свечи потушить так и не смог. Поскольку хрен продуешь эту маску. Браво. Ты пишешь не только юмористические ироничные четверостишие, Но и прибегаешь к более крупным формам литературным. Да, есть как раз одно такое стихотворение. Я сначала расскажу, что стало толчком к его написанию. Как-то в интернете я прочитал такую новость. Литва начнет борьбу с русскоязычными попугаями. Даже процитирую дословно. Власти Литвы приняли ряд поправок к закону О защите государственного языка. Согласно которому хозяева говорящих попугаев, Владеющих только русским языком, Должны будут ежемесячно выплачивать штраф В размере 350 евро. Либо сдать своего питомца в центр перевоспитания. Потом я выяснил, что на самом деле Эта новость была такого юмористического характера. То есть несерьезная. Но тем не менее у меня уже к этому моменту Начал появляться творческий замысл, Который я в итоге и реализовал Вот в такое стихотворение, Которое я называл «Особые летучие войска». И мало русским людям портить жизнь. Как изощренен ум у негодяев. Сегодня наши недруги взялись за русскоговорящих попугаев. На бедных птах набросились гурьбой. Сказали, мы их перевоспитаем. У них там каждый пятый голубой, Они, балбесы, лезут к попугаям. Воспитывайте геев, вашу мать. Для них скорее откройте спецпалату. А с птицами вам вряд ли совладать. Они еще и вас научат мату. Уж коль они впитали русский дух, Их хоть пытай, выдергивая перья, Но будет фильтровать их чуткий слух Потоки вашей лжи и лицемерия. А впрочем, как сказать бы мог глаза, Пуская в ход два верхних полукружья, Спасибо, что открыли нам глаза На новый вид секретного оружия. А чем вам не идея, не лайфхак? И вместе с тем народная потеха. Ведь знание, чего боится враг, Почти залог военного успеха. Теперь в России Каждая семья, Все тягоды судьбы превозмогая, Родному языку от А до Я, Должна бы обучить и попугая. Хотя бы одного, А лучше двух. Нам этого должно хватить с лихвою, На то, чтобы непокорный русский дух Распространить в Литве и за Литвою. А Бучев и для главного броска Шойгу объединит их, как и надо, В особые летучие войска, Границы для которых не преграда. Представьте только эту чехарду, Масштабы изощренного насилия. Летят Джако, Карелы, Кокоду, И все кричат, да здравствует Россия. Россия. Огромный, нескончаемый поток Орущих птиц, как в пьяном караоке. Я думаю, что сам Альфред Хичкок От зрелища такого был бы в шоке. Так вот, чтоб не пришлось вам падать ниц, Пред полчищами ар на вас парящих, Не надо трогать русских. Даже птиц не надо трогать русскоговорящих. По-моему, браво. Хороший очень ответ. Игорь, ты общаешься и общался С очень многими известными писателями, Не только юмористами, С очень многими деятелями культуры, Как таковыми. Но, по-моему, очень серьезное отношение И хорошая полоса в твоем творчестве, Это сотрудничество, знакомство И сотрудничество с Михаилом Николаевичем Задорновым. Может быть, ты немножечко нам расскажешь? Да, Марина, именно сотрудничество Нас с Михаилом Николаевичем объединяло. Оно было достаточно продолжительным, Около 10 лет мы поддерживали отношения. Ну, начну, наверное, с момента знакомства. Оно состоялось в 2006 году. Нас как бы свел с Михаилом Николаевичем Такой писатель, известный достаточно. Евгений Обухов, он был главным администратором Клуба «12 стульев» литературной газеты. И у него просто появилась информация, Что Михаил Николаевич ищет помощников. Потому что у него на тот момент Просто почта взрывалась от письма. Ему просто нужен был человек, Который бы обрабатывал эту корреспонденцию. И вот в моем лице человек не только способный обрабатывать, Но еще близкий к юмористике, Поскольку письма как раз касались материалов, Которые Михаил Николаевич использовал в своих выступлениях. И вот мне было предложено, Мы встретились с ним, договорились и начали это сотрудничество. Вообще, я бы хотел сказать, Что и сам Михаил Николаевич, И та ситуация, в которую он меня, можно сказать, внедрил, Она уникальна. Уникальна тем, что Задорнов буквально подсадил всю страну на свой юмор, Во-первых, А во-вторых, всех сделал практически поставщиками этого юмора. Потому что, наверное, не секрет будет, Когда что-то происходит, Ты становишься очевидцем, свидетелем какой-то, Ситуации смешной, да, забавной, То сразу возникает мысль, Вот это к Задорнову, это надо. И люди этим пользовались, То есть они, когда становились свидетелями таких ситуаций, Они сразу высылали и видео, и фото, и другие текстовые материалы. И все это проходило через меня, Мне приходилось отбирать какое-то, вычленять зерно. Конечно, работа была рутинная, с одной стороны, Но достаточно интересная, мне нравилось. К тому же, нам с Наташей это помогало, Оказывало материальную поддержку. У нас на тот момент семья еще была молодая, Мы оба во втором браке. И нам это помогало, по крайней мере, Снимать квартиру, да? Вообще, Михаил Николаевича считаем крестным отцом нашей семьи, И он всегда над этим достаточно умилялся, Над нашим к нему отношением. Вообще, он многих, конечно, поддерживал, Уникальный человек, Всегда оказывал благотворительную помощь, Когда к нему обращались, Но делал он это адресно, Не просто огульно там раздавал налево-направо Какие-то блага, Именно узнавал суть проблемы, Вникал в нее, И потом адресно помогал, То есть покупал какие-то необходимые вещи, Доставлялись они эти вещи конкретным адресатам. В общем, молодец он в этом плане был. Ну и знакомство с ним мне позволяло Несколько раз делать с ним интервью, И даже один раз он вошел в мой ролик, То есть снялся в моем ролике. Кстати, этот ролик наверняка тебе известен, Знаком, потому что ты тоже в нем приняла участие. К 45-летию. Да, 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 да. Мы там, такая идея была интересная. Мы текст поэтические поздравления Разложили по ролям, И каждому досталось по одной строчке, В том числе Михаилу Николаевичу И даже Владимиру Владимировичу. Здравствуй, Игорь Алексеев! Дорогой ты наш поэт! Сьет тебе толпа плебеет! Самый пламенный привет! Ты сегодня именинник. Отмечаешь 45! Не заметишь, как полтинник. Надо будет отмечать! А пока еще не старты. Хоть уже и суперстар. Реже сдерживая жарты. Трать всевышним данный дар. Расточай его во благо. На стряков, на мурнов. Чтоб влияние аншлага. Выдравлялась из умов. Скажем честно, скажем дружно. Осмысляя бытие. Что народу очень нужно. А справу не твою. На любой, на книжной полке. Будь то школа или тюрьма. Ты найдешь свои осколки. Где, что острого гума. А теперь еще и вышел. Демонстрируя талант. Целый дом четверостишей. Вот такой вот фриант. Ты над всех здоровым смехом. Заражаешь не впервой. Рады мы твоим успехом. Так и хочется порой. Все сомнения разберем. Крикнуть голосом грудным. Ай да Игорь Алексеев. Ай да точно. Сукинсу. В общем Игорь, с днем рождения. Поздравляем с днем рождения. Нет сильнее наслаждения. Чем общение с тобой. Чтобы вовсе ты растаял. Божьи и милушки, поехали. Шлет тебе привет Израиль. Ливуэнд тоже шлет привет. Шлет привет Тюмень. И Питер. Жаль ты. Лиза. И за издание мчится литер. С кучей тостов. Мир, тостов. Все тебе желают счастья. В этот радостный момент. Привет. Папа с мамой. Кстати, здрасте. Две дочуры. Лиза с Настей. Твой объект любви и страны. И конечно президент. Самое интересное, что мы приняв в этом участие, понятия не имели для чего мы произносим вот эту фразу. Мы хохотали, спрашивали. И только когда я был готов к клип, получился очень здорово. Вообще, Игорь, ты придумал маленькую интригу. Потому что мы рассказали о твоей литературной деятельности. Мы попросили тебя почитать четверостишия. Мы еще пока не говорим о других книгах. Но самое главное, представляя тебя, мы не сказали, что ты являешься полковником Министерства внутренних денег. А я хотел утаить. В очередной раз. Да, Марина, это еще одна ипостась моей деятельности. Основная работа. Я занимаюсь ведомственной журналистикой. Ну и если так ретроспективно пройтись по моей карьере журналиста, то следует сначала упомянуть газету «Петровка 38», которая дала мне старт. Я в ней работал заместителем главного редактора. Потом перешел в газету «Щит и меч». И на сегодняшний день возглавляю редакцию журнала Совета министров, органов внутренних дел, государств, участников СНГ «Содружество». Вот такое направление работы у меня. Такая ипостась, да. Игорь, как часто тебе приходилось выступать перед сотрудниками твоего ведомства? Да, Марина, это было практически одно время. На регулярной основе проводились такие выступления для сотрудников милиции. Почему? Потому что одно время, работая в культурном центре Московского гарнизона полиции, я занимался непосредственно организацией концертов. И мои четверостиши, они в принципе неплохо, программа моя с четверостиши, мне неплохо вписывалась в программу концертов. Потом это стало реже. И вот, наверное, пожалуй, самое последнее выступление состоялось в Академии управления, где я тоже некоторое время учился, обучался. И я даже предлагаю ключевой момент этого выступления, может быть, показать нашим зрителям, чтобы было передать атмосферу. И тут мне было рекомендовано что-то написать про дюнктуру. Пока вот родились только такие мысли. Мы верные сыны твоей страна, любой из нас способен стать героем. Грош всякой диссертации цена, когда адъюнт ходить не может в строю. Игорь, я предлагаю тебе перейти теперь в более серьезные темы, нежели только юмор. Хотя юмор – это тоже очень серьезное, это лекарство от многих болезней нашего общества. И это здоровье. Если человек воспринимает правильно юмор, значит, он улыбается, он смеется, он продолжает жить, жить позитивно. За это тебе огромное спасибо. Предлагаю перейти к другим твоим литературным произведениям, другой направленности, к очень серьезному труду. Я бы сказала, историка. Художественно-исторический роман. Да, он действительно вышел в этом году и приурочен к 75-летию Победы. Он лежит у нас на столе. Собственно, вот о нем и речь. Книга действительно меня захватила в процессе написания, и о ней я могу рассказывать, конечно, долго. Значит, сама идея появилась несколько лет назад. Мне саму историю этого сюжета, этого романа мне поведал мой коллега, он ветеран органов внутренних дел, Анатолий Аверкин. Дело в том, что его дядя Владимир Аверкин воевал в отряде отдельной мотострекловой бригады особого назначения. Она сокращенно называется Амсбон, и все именно по этой аббревиатуре знают эту бригаду, это воинское формирование. И в одном из боев за деревню Хлуднево на Калужской земле он и еще 21 его сослуживец палец смертью храбрых. Мы совершили 8-километровый марш-бросок. Сейчас подходим к деревне Хлуднево. Она впереди, в низине. Это, там находится село Маклаки. Вот через Маклаки шел кальшак. Вот мы, я вот и предполагаю, что они могли с Гульцова идти вот через него, выйти на Клоток. Сюда они направили разведку. И потом уже винули с Ромкой. Их подвиг даже на тот момент не остался как бы неизвестным, не остался за кадром. Почему? Потому что вышла публикация и буквально в апреле 42-го года об этом подвиге узнала вся страна. И больше его знают как раз по имени Лазаря Поперника, героя Советского Союза, который вот этого звания, он удостоился посмертно. Один из всех ансбоновцев, которые принимали участие в этом бою. Сама история меня захватила. И я начал, интересуясь ей, начал подбирать какие-то публикации. Просто сначала движимый общим интересом, а потом уже идеей написания книги. Или какого-то... На тот момент, наверное, не было еще желания именно это обратить в книгу, а какой-то, может быть, очерк или журналистскую статью. Вот. И я удивился, насколько же информация разрозненная. Поэтому я начал все больше и больше углубляться в материал, начал обращаться к архивам. И тут тоже такая интересная ситуация. Вся информация была по этому подразделению засекречена. А на какой-то момент ее рассекретили. Вот я... Мне удалось вот в этот момент подчеркнуть что-то для себя. Вот. Сейчас вот парадокс заключается в том, что эта информация опять является засекреченной, хотя некоторые из документов просочились в свободные источники, например, на сайт. Но, имея информацию, просто мне, как человеку, в принципе, далекому от этих событий, было мало просто иметь информацию. Нужен был кто-то, кто бы помог мне эту информацию достоверно донести. И вот такой человек нашелся. Оказалось, что один из бойцов этого отряда дожил до наших дней. Я с ним познакомился в середине 2019 года. Это Евгений Ануфриев. Мало того, что дожил до 97 лет, вот на момент нашего знакомства. Ему было 97 лет. Он еще сделал достаточно успешную карьеру ученого. Он был профессором МГУ. Многие годы заведовал кафедрой, доктор философских наук. И он мне как раз рассказал все в подробностях, как мы на регулярной основе с ним встречались. Я записывал ту информацию, которую он мне доносил. Вот он мне поправлял. И вообще мы с ним очень так сдружились. И мне удалось благодаря его воспоминаниям именно выстроить цепочку, сюжетную линию этого произведения. Не случайно он стал как раз главным героем этой книги. Хотя в ней уделяется внимание многим персонажам, в том числе Владимиру Аверкину, Лазарю Попернику. Мне удалось пообщаться с его родственниками. тоже мне они донесли тоже много семейных архивов. Там передали что-то из семейных архивов, включая фотографии. Вот здесь некоторые фотографии даже публикуются впервые о Лазаре Попернике. В общем, много-много-много чего удалось узнать. Единственное, что, конечно, жаль, что сам Евгений Александрович не увидел эту книгу. Он просто не дожил до момента ее выхода. В феврале этого года сердце его остановилось. Но все пожелания, все его заветы, можно сказать, я воплотил в ней. В том числе, включая историю гибели Лазаря Поперника, я ее изложил именно от лица очевидца. То есть, она расходится с официальной версией, не умаляя самого подвига, но оказалось, что отличается от официальной версии. Но все же эти книги можно рассказывать долго, мы, конечно, не будем слишком углубляться, любой желающий может ее прочитать, тем более, что она есть в открытом доступе в интернете. Я изначально не ставил цели зарабатывать на этой книге, сразу же после написания я ее выложил в открытый доступ, и люди спокойно читают. Особенно она была интересна жителям как раз того населенного пункта, за который ввелся вот этот бой. У меня там прошла презентация, это Думиничи, населенный пункт Хлуднево, Думиничи, Калужской области. Первая презентация для меня была важна провести именно там. Вторая презентация прошла на моей малой родине, городе Шкарала. И вообще книга получила достаточно большой и широкий резонанс в прессе. Вот я как раз предлагаю посмотреть ролик, в котором этот резонанс представлен, чтобы не перечислять все издания, которые уделили внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Детским хором Вот она у нас и есть Детским хором Поэтому мы с удовольствием Эту песню в исполнении детского хора И в твоем исполнении Ишкаролинского детского хора Что для меня важно Малая родина всегда в сердце Сколько от дороги не стирай Ты своих сандалей и ботинок Но на той дан родимый край Чтоб тянуло в тень его осина И насколько б ты не постарел Где бы не осел в конце скитаний Все равно вернешься в Мариел Колыбель своих воспоминаний Мариел, республика моя Мариел, души моей отрада Может, есть красивее края Только мне красивее не надо Не милей, марийская земля И узор орнамента на флаге Я не прочь, пожалуй, даже жизнь начать с нуля Чтоб вернуться к берегам, как шаги Невозможно, родина моя Шир твоих просторов не влюбиться И еще хочу заметить я Как же хороша твоя столица Я смотрю и радуюся взор Ты идешь буквально в ногу снега Видишь, королах с недавних пор Стала туристической векой Мариел, республика моя Мариел, души моей отрада Может, есть красивее края Только мне красивее не надо Не милей, марийская земля И узор орнамента на флаге Я не прочь, пожалуй, даже жизнь начать с нуля Чтоб вернуться к берегам, как шаги Чтоб вернуться к берегам, как шаги Чтоб вернуться к берегам, как шаги Ну, мы очень много сегодня услышали о твоем творческом пути О нашем О твоем личном и о вашем семейном творческом пути И еще, я думаю, что мы уделим этому немного внимания Но, тем не менее, вопрос традиционный Каковы твои дальнейшие творческие планы? Вопрос, конечно, интересный Но я бы так сказал, что поскольку у меня этот год прошел Под эгидой малой родины Я уже упомянул, что и презентация книги состоялась в Шкарале И песня вышла, посвященная столетию республики Я продолжил эту канву И вот сейчас работаю над еще одним своим эпохальным произведением Это поэма, посвященная истории царево-какшайской Шкаралы Для ее создания мне пришлось углубиться в историю Кстати, это сам по себе познавательный процесс Потому что я даже не предполагал, что история настолько богата Хотя насчитывает больше четырех столетий Но именно углубляясь в детали Осознаешь весь масштаб истории И мне важно, что меня в этом поддержали историки Именно марийские историки Которые эта тема близка Вот в частности Александр Геннадьевич Бахтин Доктор исторических наук Дал согласие выступить консультантом этой поэмы По мере завершения работы над поэмой Я хочу предложить ее издание марийскому издательству И надеюсь, моя работа будет оценена земляками Всеми, кому близка эта тема Ну, поскольку у нас все-таки новогодняя сегодня передача Я хочу поздравить вашу семью С Новым годом Пожелать всех и всяческих удач И тем не менее попросить вас в итоге выступить Перед нашими зрителями С своими небольшими миниатюрами С Новым годом С новым счастьем Спасибо И ждем от вас под наши аплодисменты Спасибо Да Вашего небольшого подарка под елочкой Ну, я для начала хотел бы начать с более крупного произведения Посвященного Новому году А потом мы уже с Наташей поставим финальную точку В виде подборки четверостишей Тут, наверное, было бы уместно как раз показать фотографию Которая послужила мне толчком к написанию этого стихотворения Это детская фотография На кадре я, еще будучи ребенком, там двухлетним На переднем плане в костюме зайчика А само стихотворение называется «Новый год много лет назад» Или у него есть еще второе название «Чего-то дурят нас ребята» Два локтя, четыре пальца, меньше метра Ну, отпад Это я в костюме зайца много лет тому назад Клочья ваты на загривке Уши словно два рожка И в башке, небось, обрывки новогоднего стишка Хоть и вдумчив, как спиноза Но, забравшись в хоровод Верю в дедушку Мороза Жду, когда же он придет Скажет «Здравствуйте, детишки!» И заводит наш колхоз, чуть не писая в штанишки «Здравствуй, дедушка Мороз!» Лишь мое ютица эго будет в плоскости иной «Почему они снега?» Посох, блин, не ледяной Не замайте то, что свято И захочется сказать «Чего-то дурят нас ребята» За наивных держат знать Но в порыве этом жарком Я не буду лезть опричь А не то еще с подарком обломает старый хрыч Все ж предел мечтаний детских С высоты ж прожитых лет Как-никак кулек советских Не сегодняшних конфет Буду гнать со всеми дурку Что поделать, это жизнь Если надо звать Снегурку Блеять Ёлочка, зажгись Эх, и тяжкое же бремя Просто стресс для малыша А какое было время Вот бы снова Ладно, шаг Я так по-детски закончил К ёлочке, к ёлочке Давайте к ёлочке Привыкли мы чуть что идти в разнос Из пьяных глаз хватать колы и доски К нам в Новый год приходит Дед Мороз Поэтому мы с детства отморозки Новогодние скидки так сладки Ждём предпраздничный акций Шумих Каждый ценник венчают девятки И мы тупо ведёмся на них Новогодняя ночь в армии Я из реку почти что постулат Она с её извечным ритуалом Единственная ночь, когда солдат Открыто ест, а не под одеялом Раньше были хлопушки Бенгальские свечи А теперь всё наполнилось взрывом петард И эффект от такой будоражившей встречи Будто снова Москву посетил Бонапарт Может, мыслью убога и плоская Но отринув привычный стандарт Я уверен, Венера Милоская Стала жертвой китайских петард Народ наш не чурается проказ И нрава он отнюдь не пуританского Хоть кто-то из гостей и в этот раз Получит полбу пробкой от шампанского Желали мне, налив вино сухое На старый год имея тьму обид Оставить в нём всё самое плохое И я решил оставить аппетит С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова